Роман Цымбалюк присоединяется к нашему эфиру. Роман, привет! Добрый вечер, Рома! Привет! Ну, не можем не спросить, в принципе, у тебя как узнатока российских политических процессов, по крайней мере, до недавнего времени, ты действительно всех нас удивлял провокационными, острыми вопросами Путину. Наверное, один вопрос на 4 часа, который можно было послушать, был от тебя, на всех этих его бесполезных пресс-конференциях. Вот расскажи, дети российских политиков, они вообще вот как-то себя отождествляют с Россией? Или это, в принципе, нормальное явление? Вот отец зарабатывает преступлениями или пропагандой в России, все, следующее поколение с Россией ничего общего иметь не будет. Вот опиши, как у них эта модель работает. Вообще, тема детей политиков, это главная тайна Российской Федерации, и не просто так Путин своих детей прячет, и у него их действительно больше, чем две дочери общеизвестные. Поэтому об этом никто ничего никогда не говорит, ну, по крайней мере, в публичном пространстве. Но то, что мы услышали, ну, понятно, что информация, она распространяется по этому поводу, услышали мы следующее, что российские топ-чиновники, лидеры России, свои детей любят и хотят для них самого лучшего. И по каким-то странным обстоятельствам это самое лучшее, самое высокое качество образования, медицины, уважение прав собственности и многое другое, это все на Западе. Но такая опция любить своих детей, она доступна не для всех. Вот Дмитрий Анатольевич Медведев, например, когда его сына Илью депортировали из Соединенных Штатов, он очень обиделся на всех. И этот мальчик, ну, уже 27, по-моему, лет, он вернулся и вступил в Единую Россию. Но вот что интересно, этих людей, их мобилизация обходит. Хотя вот по новому российскому законодательству сына Медведева должны забрать даже на срочную службу. Но что-то мне подсказывает, что едва ли своего единственного сына Медведев отдаст. Даже не в руки украинских бандеровцев, а в принципе, там до Украинского фронта еще доехать надо. Там и кадыровцы, ну, в общем, там интересно. Ром, ну это же касается не только российских политиков, но еще и приближенных к российской политике. Ну, или как в украинском языке, дотычных, да, прекрасно можно применить здесь. Я сейчас говорю о пропагандистах. Соловьев, Даниил Соловьев, это сын Владимира Соловьева, одного из главных российских пропагандистов. Разразился скандал после того, как стало известно, что Даниил Соловьев живет за пределами Российской Федерации. Он призывного возраста, но тем не менее не является бойцом оккупационной армии Российской Федерации. Соловьев устроил этот скандал, немного покричал в эфире своего подкаста, как обычно это делает. Какое-то развитие получила эта история? Ну, по-моему, все убедились, что, во-первых, очевидно, его вроде бы старший сын, у него все нормально с головой. И, оказывается, российский нацизм, он не всегда передается по наследству, и дети, которые получили образование на Западе, вполне могут быть адекватными людьми. И я, на самом-то деле, тоже сторонник вот этого подхода, что сын за отца не отвечает, и там вот эти вот фотографии в каких-то модных позах или в модных костюмах, и с накрашенными ногтями. Вообще, ну, там каждый может вести себя так, как хочет, просто вопрос тут в другом, вопрос в папе. То есть, по сути, он пропагандирует вещи, согласно которым такие люди, как его ребенок, они подлежат современной России, или какой-то дискриминации, или уничтожению, в зависимости от ситуации. В этом же вот вся суть и ложь вот этого так называемого русского мира. То есть, это касается и попов, ну, то есть, поведения священников РПЦ. То есть, они публично говорят одно о том, что надо как-то быть скромнее, еще там что-то. Рассказывают о том, как надо умирать за Путина, за Родину, с кем спать и когда, а сами ведут немножечко другой образ жизни. Ну, вот я слышал, у них сейчас проблемы, доходы сильно упали в РПЦ. То есть, и таких примеров очень-очень много. То есть, возьмем там этих пропагандистов, которые рассказывают, что Россия матушка, мы там всем покажем, но ездят они-то на каких автомобилях? Немецких. Женя Попов, насколько мне известно, да, вот Женя Попов ездит на красивом Мерседесе. И я не против, на самом-то деле, ради бога. Просто, мне кажется, вот всегда удивляет вот это вот несоответствие. Почему простому россиянину обязательно надо страдать и сдохнуть? Ну, в данном случае под Бахмутом, где остановлено российское наступление нашими военнослужащими. И вот это вот мне непонятно, честно говоря. Почему такое разделение? Ну, у него в студии не раз кричали о том, что Берлин это русский город, поэтому, возможно, поэтому он ездит на Мерседесе. Вот если бы он ездил на Шевроле, это было бы, конечно, куда. Но это я иронизирую. Ну, правда, у него действительно такие заявления звучали. Говорил, если я не ошибаюсь, один из пропагандистов о том, что Берр это Берлога, Лин это город. И, в общем, Берлога это наш город. Ну, реально такое звучало. Я думаю, ты видел, наверное, этот отрывок в интернете, Ром. О другом спрошу. Сильвио Берлускони, кажется, слился из пропагандистского движения в поддержку своего друга Путина. Берлускони, напомню, обвинял президента Украины в том, что тот 8 лет, ну, и вообще руководство Украины обстреливало якобы восточные регионы. И из-за этого началась война. А вот недавно сказал следующее. Давайте посмотрим на факты. Мы всегда поддерживали украинский народ. Мы всегда голосовали и в Италии, и в Европе за помощь Украине. Как путем финансирования, так и снабжения оружием. Я всегда был на стороне украинского народа. Вот к чему это все? Путин лишается своих лучших друзей? А давай только нашим зрителям напомним, что ранее Берлускони говорил. Буквально совсем недавно он обвинял Украину в том, что это Украина спровоцировала полномасштабную войну. Поскольку если бы Украина, сейчас практически цитата, не обстреливала бы свои собственные территории, не убивала бы свой собственный народ, в таком случае эта война не состоялась бы. Давайте начнем с Берга, то есть с города. Потому что это самый главный вопрос, где заканчивается Россия. И есть универсальное правило. Там, где начинают российских оккупантов убивать. И я напомню всем, что полномасштабное вторжение началось 24 февраля, а война вообще-то длится действительно 8 лет. И первые жертвы украинская армия понесла еще в Крыму. Об этом не принято говорить, потому что страна была после революции. И мы жили в этом дурмане, так называемое братство. И достойный бой за Крым не дали. Пока. Но, как говорится, все в будущем. То есть, когда мы определились, что Берлин – это не русский город. И Берг, и Берлога – это, знаете, из области Задорного. Он тоже там брал какие-то корни и на основании русского языка делал какие-то очень странные и безумные выводы. Ну, так вот, с Сильвио произошла следующая история. Он же как раз относится к той категории политиков, которые максимально увеличили зависимость своих стран от российского газа. Вот, наверное, на этом и базируется так называемая дружба. И там, если мы немножко так погуглим, там есть всякие истории с сексуальными скандалами. не Путина, а Берлускони. Ну, там Берлускони рассказывал, что у него в доме есть целая кровать Владимира, маньяка Путина. То есть, это говорит о том, что вот эта вот схема, которую продвигал Владимир Путин, ну, то есть создание условий, чтобы западные политики просто продавались, она длительное время работала. Но вот сейчас, вот, когда он говорит о том, что Зеленский, то есть Украина обстреливала два региона, но имеется в виду оккупированный Донбасс, и поэтому Путин вынужден был совершить полномасштабное вторжение. Короче, даже у друзей, они настолько теряют реноме и авторитет у себя дома, что вынуждены оправдываться после этого. Но, мне кажется, никакие оправдания здесь для Путина не сработают. Все видят, что это преступное государство, которое убивает людей, независимо от возраста и пола, вероисповедания, ну и так далее. Ром, позволь такой вопрос тебе задать, немного на будущее, чтобы мы понимали вообще, может ли быть такое. В 1966 году Тердор Аддорна, это немецкий публицист, призвал к тому, что все дети должны изучать Холокост. Все немецкие дети. Причина очень простая, потому что в 48-м году, да, через три года после окончания Второй мировой, 65% немецкого общества считали, что нацизм вовсе неплохая идея, просто ее неправильно реализовали. Вот как ты думаешь, в России могут быть такие процессы после путинской власти, чтобы все общество прошло через создание целых институтов, памяти, возможно, и признание всех преступлений, начиная, наверное, от сталинского режима, голодомора и так далее, так далее, заканчивая полномасштабной войной против Украины? Я пессимист, если честно, в этом вопросе, потому что если мы проводим параллели с фашистской Германией, то их действительно очень много, и Путин по всем своим внешним признакам ничем не отличается от Гитлера. То есть один рейх, одна партия, один фюрер. Ну, все как в современной России. Единственный момент, почему, мне кажется, эта параллель не сработает, потому что в современный мир люди слишком ценят жизнь и свое время, которое объективно ограничено даже современными медицинскими всеми этими штуками. Что я имею в виду? Процесс деноцификации в России, в Германии, до России сейчас дойдем, начался после военного поражения Германии. Сейчас же никто таких целей по большому счету не ставит. То есть вопрос стоит только в том, как изгнать российских оккупантов с территории Украины. И дальше все подчеркивают, что россияне, вы можете заниматься собой, как хотите, делайте, что хотите, в рамках международно признанных границ. Но вот сама вот эта вот история, то есть сам вот этот метод, он очень правильный, потому что только с изменением поколений возможно избавление вот этих вот нацистских идеологических штампов, которые носят на россияне. Но боюсь, что следующие будут примерно такие же. Мы же все видим вот эти вот кадры, как девочки в пилотках, мальчики в военной форме, и со школ они все дружно маршируют и собираются за дядю Вову отправиться в последний бой. Да, но воспитывают их все те же путинисты, поэтому, возможно, если убрать как раз эту составную часть тех путинистов, которые воспитывают сегодняшних российских детей, тогда ситуация изменится. В общем, так или иначе, начало конца российской империи положено, и рано или поздно это произойдет. Ром, спасибо тебе большое, спасибо за комментарии, спасибо за то, что присоединяешься к нашему эфиру и помогаешь доносить людям правду. Роман Цымбалюк, журналист, был с нами на прямой связи. Спасибо. Спасибо.